МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает информационная программа День. Меня зовут Владимир Москаленко. Здравствуйте. И вот чем запомнится этот день. Главное сегодня. Раньше жители края выбрасывали мусор в контейнеры и не задумывались, куда дальше отправляются эти отходы. Мы проследили всю мусорную цепочку и заново подсчитали тариф. Как распознать инсульт, инфаркт или спасти человека, который задыхается, советы медиков. Что осталось за кулисами событий в Сочи? Мужской взгляд на женскую сторону формы. 12 миллиардов рублей из федерального бюджета привлечет Ставрополье в этом году на реализацию нацпроектов. Сегодня в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с главами региона в рамках российского инвестиционного фурма. Основной темой беседы стала реализация майского указа президента и разработанных на его основе национальных проектов. Как прозвучало, в стране будет создано 14 новых территорий, опережающего социально-экономическое развитие. Стоит отметить, что на Ставрополе такая территория уже есть. В прошлом году ею стал город Невиномыск. Здесь уже реализован ряд инвестпроектов. Сейчас идет речь о расширении площадки. Тем более, что она вызывает большой интерес у партнеров. И форум это наглядно показал. Говорили и о финансовом обеспечении реализации инвестпроектов. Сейчас завершается процесс подписания соглашений между федеральным центром и регионами о предоставлении необходимых субсидий. Из запланированных 54 соглашений Ставрополье подписало уже 53. Оставшееся должно быть подписано на днях. В результате в целом в этом году в крае будет привлечено 12 миллиардов рублей. Отдельно прозвучала тема исполнения социальной части национальных проектов. Дмитрий Медведев обратил внимание глав субъектов на необходимость выверенного подхода к развитию социальной сферы. Особое внимание должно уделяться современной качественной материально-технической базе учреждений. Ежегодно вкладываем 785 миллионов в предусматриваемый бюджет и еще 400 миллионов дополнительно. То есть мы практически каждый год вкладываем миллиард 100, миллиард 200 в обновление инфраструктуры именно учреждений здравоохранения. Поэтому около 2,5 миллиарда мы вложили. И на следующий год, точно такой же темп, и дальше мы будем выдерживать. Сегодня форум завершил свою работу. Наша делегация во главе с губернатором Владимиром Владимировым, можно сказать, перевыполнила его программу. Всего на форуме Ставрополя подписало 7 соглашений о сотрудничестве на миллиарды рублей. Так теперь расширится география авиаперелетов из краевого центра и минеральных вод. Увеличатся площади индустриального парка «Мастер». Есть договоренность о строительстве в регионе комплексов по откорму крупного рогатого скота и переработке баранины. А еще в крае будут выращивать больше овощей и фруктов и перерабатывать их. Также в 2021 году в Невиномыске построят завод по производству гофрокартона. Кроме того, на Ставрополе начнут получать электроэнергию из ветра и солнца. 15 февраля. Сегодня в нашей стране особая дата. В этот день, 30 лет назад, последний советский солдат покинул Афганистан. И была поставлена точка в одном из самых затяжных конфликтов. Война не обошла стороной и наш край. 5000 ставропольских солдат прошли через афганское пекло. Историю одного из воинов-интернационалистов записала Джамиля Ибрагимова. Он уходил в Афганистан, чтобы обязательно оттуда вернуться. А как иначе? Дома оставались жена с ребенком, родители. Да и было ему тогда всего 22. И так хотелось жить. У Италия служба началась в Герате, небольшом городке на северо-западе Афганистана. Он пришел сюда уже подготовленным. Служил в горной роте. Почти сразу стал командиром взвода. И через месяц первое испытание. Пятичасовой бой. Потому что надо было обеспечить проход нового колонны, которые должны были поменять нас там. То есть смена подразделений была. Прорваться к этой дороге. Пять часов со мной дрались 22 солдата, три БТР, один танк. Но слава богу, мы грамотно все было организовано. Господствующие высоты были наши. Поэтому потери были только один раненый. Это была его проверка как капитана. Бой без потерь. Высшее для командира достижение. Ведь солдаты для офицера – его дети. Пусть даже они не намного младше тебя. А самое тяжелое, говорит, когда уберечь не получалось. Любым способом жизнь солдата – жизнь. Это самое дорогое было. И очень плохо, когда случались случаи, что отправляли Цинковых гробах. Те, кто был в Афгане, говорит, умеют дружить. Своей жизнью Виталий Яковлевич обязан своему боевому товарищу. Собака по кличке Дик дважды спасала его от смерти. Один раз нашла мину, где еще через минуту подорвалась бы вся рота. Другой раз – от пожара. Среди ночи она первая учуяла запах дыма. Вообще, вместе со своими товарищами Виталий Яковлевич прошагал одну треть Афганистана. Это, говорит, страна их молодости. Тут они воевали, крепко дружили, делились друг с другом самым сокровенным. Товарищи по окопам стали друзьями по жизни. Дружба и братство у нас везде просветают, среди афганцев. Нас нет различий. В окопах все вместе воевали. Стеной вставали и друг друга защищали. Но даже на войне, говорит, было много хорошего. Молодые парни умели веселиться, радоваться мелочам жизни. И ценить их, как никто другой. А это все вот оттуда, с Афганистана. Вот такие магнитофоны. Они прямо были стерео, на две антенны. И вот слушали и бойцы, и офицеры. Для тех, кого называют воинами-интернационалистами, в краевой столице сегодня устроили торжественное мероприятие. Сюда пригласили бойцов со всех уголков Ставрополя. Все они в разные годы воевали в Афгане. Тут сегодня и родственники погибших, мамы, жены, сестры, те, кто так и не дождался своих детей, внуков и братьев. За каждой наградой отдельная история, достойная стать сценарием для фильма. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял близких. Вместе с тем, не хочется сказать теплые слова, кто прошел через войну, вернулся домой и строит в настоящее время жизнь нашей Родины. Многие из них становились героями, совсем мальчишками. Некоторым не было и 20. В той войне было много и ставропольских солдат. За почти 10 лет в Афган их ушло 5 тысяч. 123 из них. Домой так и не вернулись. Джемиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Николай Попов. Ставропольское телевидение. Теперь территория вдоль дорог и вокруг поселений станет чище, а вывоз мусора цивилизованней. Жителям региона больше не стоит переживать, что нерадивые перевозчики отходов сгрузят их в ближайшей лесополосе. Кроме того, плата за мусор – это теперь коммунальная услуга. И рассчитываться она будет не по квадратным метрам, а за человека. А вот из чего складывается тариф, еще раз посчитала Ирина Ивановская. Раньше жители края выбрасывали мусор в контейнеры и не задумывались, куда дальше отправляются эти отходы. Меньшая часть действительно уходила на лицензированные полигоны, но большая часть зачастую сваливалась в ближайшей лесополосе или за пределами города. Однако пейзаж в виде мусора на земле и деревьев, украшенных обрывками полиэтилена, никого не радует. Куда приятнее видеть чистые улицы и дороги. Конечно, лучше, когда на свалку, чтобы это не валялось везде, потому что, посмотрите, он по дорогам, рядом с дорогами, там столько, вот поэтому лучше, когда вывозить на свалку, конечно. Накопившийся в хозяйстве мусор военный пенсионер из Зазобильного собирает в больших кастрюлях и выставляет к воротам дома теперь уже дважды в неделю. Мужчина готов платить за уверенность, что отходы будут попадать на законную свалку, а значит, за чистоту. Реформа как раз исключает возможность выгрузить мусор в каких-нибудь укромных уголках, ведь у этих машин отсюда один путь – на ближайший разрешенный полигон, в Нижнерусский. Каждый день, конечно, ездим. Нагляд уже полная, сейчас пойдем выгружаться. Чуть-чуть осталось добрать. Таких официальных мест для размещения отходов на территории первой зоны ответственности регоператора всего три. Чтобы выгрузить мусор и вернуться, машине из Зазобильного нужно проехать больше сотни километров в день. И эти транспортные расходы составляют львиную долю в стоимости тарифа за вывоз мусора. Впрочем, такой цивилизованный подход к обращению отходов упорядочивает весь процесс движения мусора от момента образования до места переработки. И соответствует законной схеме, поясняют регоператоры. Да, возможно, это дорого. Да, возможно, это непопулярно. Но, по крайней мере, мы можем теперь понимать, что все потоки мусора контролируемые. Рассчитывается плата за мусор просто. Стоимость складывается из предельного тарифа и норматива накопления мусора на человека, поделенных на 12 месяцев. При этом три из четырех регоператоров в крае сейчас применяют тариф ниже предельного и при расчете стоимости используют дифференцированный подход. В зависимости от норматива накопления мусора, то есть в зависимости от муниципального образования сего, это какое сего до 10 тысяч человек, либо больше 10 тысяч человек, город или районный центр, в министерстве ЖКХ установлены нормативы, там диапазон от полутора кубометров на человека в год до двух и восьми. Кроме того, на федеральном уровне сейчас обсуждается предложение освободить регоператоров от уплаты НДС. Это позволит снизить тариф. Если закон примут, то предельные величины досрочно пересчитают. Кстати, по поручению губернатора региона, Минжи КХ проанализирует нормы накопления мусора и, возможно, уменьшит их, что благоприятно отразится на стоимости услуги. А пока за мусоровозами наблюдали Ирина Ивановская и Антон Красов. Ставропольское телевидение. На днях зимняя рыбалка на озере Кравцово недалеко от Ставрополя закончилась трагедией. Утонул 50-летний мужчина. Причина грубейшая – нарушение правил безопасности на водоеме. В связи с этим сотрудники ПАС усилили работу с рыбаками. О чем не должен забывать каждый, кто идет с удочкой к берегу, теперь знает Екатерина Сегеда. Несмотря на хмурый и холодный сегодняшний день, на этом водоеме все равно есть рыбаки. И вместе со спасателями мы сейчас отправляемся на середину пруда, чтобы провести с ними профилактическую беседу. Зима – горячая пора для сотрудников пожарной и аварийно-спасательной службы. Водоемы в зоне особого внимания. Туда часто приходят любители зимней рыбалки. Нередко, чтобы согреться, распивают алкоголь. А последствия такого веселья могут быть самые плачевные. При выходе на воду надо смотреть на погодные условия, на свое состояние, здоровье. Ну и одевать спасательные жилеты. Употребление алкогольно-спиртной продукции на рыбалке, оно только усугубляет положение. Согреться вы им никак не сможете. Оно влияет только на реакцию, на время реагирования при сложившейся ситуации. Опытные рыбаки строго соблюдают эти советы. Ну все, удачно отдохнуть, хорошая рыбалка вам. Не рекомендуется также ходить на рыбалку в одиночку. В противном случае, при возникновении экстренной ситуации, шансов дождаться спасателей, при этом находясь в холодной воде, немного. Скажите, сколько шансов, что вы успеете доехать и спасти человека, если поступают сообщения о том, что кто-то тонет? Это зависит от расстояния и от времени пребывания на место происшествия. Как вовремя сообщат и как своевременно и правильно объясняют, где они находятся. К слову, из-за теплой зимы водоемы не успели хорошо промерзнуть. Лед тонкий и опасный. Особенно обратите внимание на детей, потому что они продолжают выходить на лед. Они еще этой опасности, связанные с неправильным поведением на льду, еще в полном смысле не осознают. И это может привести к очень тяжелым последствиям. Если мы будем соблюдать вот эти элементарные правила поведения на льду, мы таким образом сохранить жизнь и здоровье свою, жизнь и здоровье своих родных и близких. Бок о бок со спасателями в паз трудятся и водолазы. К их помощи прибегают, когда нужно что-то или кого-то найти под водой. Нередки случаи, когда под воду уходят ценные вещи, улики и даже машины. Тут без водолазов и спас не обойтись. Работа у них в буквальном смысле не из легких. Общий вес всего снаряжения более 30 килограммов. Но одно дело это сказать и совершенно другое испробовать все это на себе. Итак, на мне сейчас полное снаряжение водолаза. Это непосредственно сам водолазный костюм. Утяжеляющие боты, чтобы ходить по дну. На минуточку каждый из них весит не меньше 10 килограммов. Водолазная маска. Осталось только надеть баллон с кислородом. Помогите мне, пожалуйста. Он очень тяжелый. Итак, я выгляжу как настоящий водолаз. И у меня сейчас только единственное желание поскорее все это с себя снять, потому что это очень тяжело и неудобно. Стоит отдать должное сотрудникам ПАС, что им приходится в этом всем обмундировании работать независимо от времени года. Екатерина Сегеда, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Устрою вас на работу за 20 тысяч рублей. Такой звонок выступил на телефон жительницы Ставрополя. Ей пообещали работу бухгалтером в престижной фирме. Но как только псевдоработодатель получила деньги, то сразу перестала выходить на связь. Полицейские нашли ее и возбудили уголовное дело. Другие происшествия в нашей оперативной сводке. Распальцовка словно говорит «посмотрите, как я крут». В Ставрополе молодой человек за рулем грубо нарушал правила и создавал аварийную ситуацию и, видимо, очень гордился собой. Кадры хулиганской выходки попали в соцсети. Теперь полицейские разыскивают этого героя. Ему грозят штрафы и лишение прав на 4 месяца. А поездка водителя из Минвод без ДТП не обошлась. Мужчина в пьяном виде сел за руль. Пытаясь уйти от погони полицейских, он врезался в попутную машину, а затем и в рекламную конструкцию. Выяснилось, что 37-летний лихач никогда не имел водительских прав. На него составили несколько административных материалов. Теперь придется ответить по закону. Вместо того, чтобы по вечерам гулять с девушками, он отбирал у них сумки. Полицию и Сентуков в разное время написали заявление о грабеже сразу две пострадавшие. К ним подбегал мужчина и выхватывал сумки с деньгами и документами. Вечернего хулигана нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Это 20-летний парень из Кисловодска. Сейчас он взят под стражу, ведется расследование. Похищала деньги у собственной бабушки. 19-летняя девушка из Кировского городского округа гостила у пенсионерки и незаметно сфотографировала ее банковскую карту с двух сторон. Когда из банка начали приходить сообщения о списании средств, бабушка обратилась в полицию. Стражи порядка сразу вычислили внучку. За свой обман она ответит в суде. Внимание, розыск. Пропала жительница села Кочубеевского. Более пяти дней не выходит на связь с близкими. На вид 75-80 лет. Среднего телосложения. Рост 150-155 сантиметров. На шее, в области горла, шрам от операции примерно 10 сантиметров. Хромает на правую ногу. Передвигается с металлической тростью. Если вы можете помочь с поиском, обратитесь в полицию. Впереди у нас еще много интересного. И вот почему вам стоит остаться с нами. Как распознать инсульт, инфаркт или спасти человека, который задыхается? Советы медиков. Что осталось за кулисами событий в Сочи? Мужской взгляд на женскую сторону форума. Продолжаем выпуск. Научиться оказывать первую медицинскую помощь ставропольские волонтеры призывают каждого. Они организовали акцию «Умей спасать». Первым делом с обучающей программой они направились в кафе и рестораны. Почему именно туда, знает Яна Лукошкина. Иногда случается, что посетитель ресторана за оживленной беседой или просто по случайности подавился. В большинстве случаев в этой ситуации достаточно постучать пострадавшему по спине, чтобы он прокашлялся. Но может случиться и серьезная проблема. Полная закупорка дыхательных путей, когда человек начинает задыхаться. Поможет в таком случае прием Геймлиха. О нем как раз и рассказывали сотрудникам ресторана волонтеры-медики. Берете кулак правой руки, ставите на мечевидный отросток, левой рукой ладонью ставите на кулак и выполняете действия толчкообразные. Кроме того, волонтеры рассказали, как выполнять сердечно-легочную реанимацию, распознавать инфаркт, инсульт и анафилактический шок. А после перешли к практике. Ведь зачастую жизнь пострадавшего зависит именно от правильно оказанной первой помощи. От этого никто не застрахован. Это может произойти везде, всегда. И нужно быть готовым прийти на помощь. Потому что во многом случае люди просто стоят, смотрят и даже не понимают, что нужно делать и как помочь человеку. Акция пройдет также и в других общественных местах Ставрополя и Пятигорска. В торговых центрах, кафе, ресторанах. В дальнейшем географию волонтеры будут только расширять. Мы будем распространять эту информацию, показывать и на практике, и на теории, как мы сегодня это сделали, чтобы больше людей знало, как помочь человеку. К запуску готовится интернет-портал умейспасать.рф, где будет размещена подробная информация о методиках и способах оказания первой помощи. Там же организации смогут оставить заявку с запросом на обучение своих сотрудников волонтерами-медиками. Яна Лукошкина, Николай Попов, Ставропольское телевидение. В Залезноводске обновят фонтан, в Невиномысске пройдет финал Всероссийской Олимпиады школьников, а спортсмены из Есентуков привезли семь золотых медалей с чемпионата по единоборствам. Что еще интересного происходит в крае, узнаете в нашем обзоре. На Ставрополье вводят новый вид господдержки потребкооперативов. Они смогут получить субсидии, которые разрешено направить на возмещение части затрат по реализации сельхозпродукции, а также на приобретение животных и техники. Финансирование программы развития сельхозпотребкооперации выросло с начала ее действия в 13 раз. С 15 миллионов рублей в 2015 году до 200 миллионов рублей в 2019. В Железноводске на территории площадки Смирновского источника отремонтируют светомузыкальный фонтан, который был установлен 13 лет назад. Архитекторы продумали 4 варианта эскиза. Все они размещены на официальном сайте администрации города. Выбрать дизайн конструкции предстоит жителям города-курорта. В Невиномыске пройдет финальный этап Всероссийской Олимпиады школьников Ломоносов. Планируется, что участниками Олимпиады станут 35 учеников школ Ставропольского края. Участвуют дети двух возрастных групп. Учащиеся с 5 по 9 классы и учащиеся с 10-11 классов. Победители Олимпиады могут поступить в вузы без ЕГЭ. Есентукские единоборцы привезли из Москвы 7 золотых медалей. Спортсмены в составе сборной края участвовали в чемпионате Федерации ММА России. Всего в турнире принимали участие спортсмены из 18 регионов страны. Самые многочисленные команды представил Северокавказский федеральный округ. По результатам боев есентучане завоевали 11 медалей, 7 из которых золотые. Задания в школьном спортзале достойные чемпионата России. Так ставропольские подростки проходят региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре. В этот раз она собрала порядка 300 любителей этой дисциплины со всего края. Кира Рогожина тоже попробовала сдать нормативы. Такого столпотворения здесь, в холле Института живых системы СКФУ, не было со времен последней приемной кампании. И так же, как во время нее, взволнованные школьники с кипой документов. Так проходит регистрация участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физкультуре. Сегодня у юных спортсменов насыщенная программа. Сразу после регистрации – теоретическая часть. Ребятам предстоит показать общую эрудицию на спортивную тематику. Ну, как по мне, в этом году усложнили все. Намного сложнее, чем то, что было в прошлом. Я немного нервничаю, волнуюсь, потому что это последний год, в который я участвую в Олимпиадах. А это уже практика. Мальчики и девочки отдельно друг от друга. В легкоатлетический зал участницы заходят под музыку ровным строем по пять человек. На первый взгляд может показаться, что они профессиональные гимнастки. Да и подготовка к выходу на дорожку такая же. Так же, как и на соревнованиях, судьи выставляют баллы за каждое выступление. По соседству юноши здесь гораздо шумнее. Парни соревнуются в игровых видах спорта. Конечно, были задания, с которыми я справился не так, как хотел бы. Но это еще раз показывает о том, что нужно больше тренироваться. Физкультура – это лишь одна из дисциплин регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Но самая многочисленная. Всего же до 25 февраля пройдет около 20 олимпиад по различным школьным предметам. В этом году на региональный уровень вышли почти 3000 человек. Согласно квоте, которая установлена Министерством образования Ставропольского края, 8% участников могут стать победителями и 40% участников призерами. В случае, если они выполняют 50 и более процентов заданий. И самые лучшие, мы надеемся, будут представлять Ставропольский край на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Стоит отметить, что физическая культура не только самой многочисленной, но и один из самых сложных предметов. Усложняется не только практическая, но и теоретическая часть. На выходе мы получаем хорошо подготовленных, физически развитых, интеллектуально образованных детей, наше будущее поколение. Уже завтра юноши и девушки поменяются местами. Парням предстоит показать свою гибкость и грацию, а девушкам навыки владения мечом. Победители же отправятся на Всероссийский этап Олимпиады. Ну а школьные уроки физкультуры вспоминали Кира Рогожина и Иван Шаталов. Добропольское телевидение. И возвращаясь к теме недели, инвестфоруму в Сочи. За сотнями соглашений, которые напрямую влияют на развитие российских регионов, наш корреспондент Илья Захаров рассмотрел и неформальную сторону. В частности, девушек, зачастую модельной внешности, которые сопровождают каждое событие. Итак, наш сюжет «Взгляд на форум» под нестандартным углом. Неотъемлемой частью любой выставки являются девушки модельной внешности. Каждый павильон украшают длинные ноги и белозубые улыбки. Прекрасные создания могут рассказывать о компании, которую представляют, позировать для многочисленных журналистов или просто с вами сфотографироваться. Можно селфи? Конечно. Спасибо. Красотки форума – это своеобразная выставка достижений модельного бизнеса Юга России. Они представляют не только Краснодар, но и другие города региона. Кажется, на эти три дня Сочи становится самым красивым городом страны. Впрочем, если того требует концепция оформления павильона, то девушек везут издалека. Александра и Валентина представляют Ненецкий автономный округ. От его столицы на Ренмара до Черноморского побережья без малого три тысячи верст. И это по прямой. Как вам климат черноморский? Вы знаете, мы уже второй день ходим, и у нас такое ощущение, что нас штормит. И мы пришли к выводу, что это от избытка горно-морского воздуха. Потому что у нас в Заполярье очень мало вообще кислорода. А здесь мы себя чувствуем потрясающе, но организм еще не привык. А бубен для чего вам? Что вы сделаете? Ну, раньше его использовали шаманы для камлания. То есть они вызывали добрых духов, лечили людей, призывали хорошую погоду. А мы его привезли в качестве сувенира и для привлечения инвесторов. Показать, как работает? Как работает? Можете показать? Работает вот так. Но не только девушки могут украсить выставочный павильон. Мужчины, хоть и реже, тоже представляют участников форума. Это, например, Гриша. Интерактивный, интеллектуальный и по-своему тоже красивый. Гриша, а что ты умеешь делать? Красавчик. Я умею петь, танцевать, читаю стихи, люблю рассказывать анекдоты. А можешь нам станцевать? А можешь нам станцевать? Илья Захаров, Сергей Трегубов. С российского инвестиционного форума в Сочи. Ставропольское телевидение. И на этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте stv24.tv. До встречи в эфирах. Ставропольское телевидение. Ставропольское телевидение.